Солнечные спортсмены Александр Попов – это звезда нашего российского плавания. Наверное, не существовало за всю историю российского плавания такой звезды. Четырехкратный олимпийский чемпион – это пример для многих поколений. До сих пор, хотя он закончил свою карьеру в 2004 году последний раз, выступал на Олимпиаде первый раз в 1992 году. В Барселоне выиграл свою первую золотую милю. Да, достаточно долго у него была карьера. Долго, да. И закончил в возрасте 31 года, что для плавания считается достаточно поздним. Турнир этот проводится уже в девятый раз в Москве, но спортсмены с синдромом Дауна могли принимать в нем участие только впервые. Это впервые было, надеюсь, любопытно. Да. Ранее на этом турнире могли участвовать только спортсмены с ограниченными возможностями зрения, слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с другими ментальными нарушениями. Но в этом году категория солнечных детей была выведена в отдельную категорию. И они могли соревноваться с себе подобными и равными, в равных условиях. Сергей, вы тренер, получается, нашей алтайской команды, да, этих ребят. С какого времени вы с ними занимаетесь? И почему, как так сложилось, что вы решили стать тренером? Вы знаете, я очень много лет посвятил спорту сам, плаванию. С четырех лет занимался, окончил профильный вуз тренерский в городе Омске. И работал тренером уже с 2008 года. Но я даже не думал, что мне когда-нибудь предстоит работать с подобными задачами и тренировать таких детей. То есть специально вы не учитесь, да? Да. После того, как я начал, первый спортсмен, который пришел в нашу школу плавания, и с которой мне пришлось работать, да, это Мария Ланговая. Когда они искали тренера в 2009 году, и для подготовки к Греции, в 2011 году была специальная олимпиада среди детей с ограниченными возможностями интеллекта, где Мария завоевала золотую медаль. Ее мама в 2009 году, когда открылся клуб «Маги-спорт», и они узнали о том, что там есть бассейн и плавание, они привели ее туда и искали тренера. Ну, мало кто вообще хотел связываться с этим. Я решил попробовать, потому что мне было интересно все новое. Я тогда не подозревал о том, что будет очень много интересного за эти годы. Ну и получается у вас теперь тоже команда целая, да? Целая команда, да. Сколько у вас ребят занимается? На сегодняшний день солнечных ребят занимается порядка 10-15 человек. Но такого уровня у нас добились только трое, пока ребята остальные находятся на начальной стадии обучения. Они все в разном возрасте. Мария пришла в 2009 году заниматься в нашу школу, Артем Дудин в 2012, а Оля Бацанова в 2011 году. То есть они достаточно долгое время уже занимаются. Ну, Сергей, ну а с ними же гораздо сложнее, наверное, да? Ребята ведь трудные или нет? Или, в принципе, наоборот, с ними проще заниматься, чем с обычными ребятами? Вы знаете, во-первых, они все разные. То есть у них очень разные особенности. И кто-то, например, из них хочет заниматься с обычными детьми, да, с нормой, мы ее так называем, да? И в группе. Некоторые ребята у нас, они хотят заниматься только индивидуально, в группе не могут заниматься. Им хочется больше внимания. Одни более закрытые, другие более эмоционально открытые. Одни могут сорвать тренировку, уйти домой, а другие могут делать все, как ты говоришь. Поэтому такие трудности с любыми детьми, я думаю, возникают. Но, получается, вы, естественно, специально не учились. Я думаю, что у нас в стране, наверное, и нет таких методик. Или все-таки вы самостоятельно занимались потом, не знаю, литературу читали или что? Ну, традиционно с такой категорией детей и спортсменов работают обычно специалисты по адаптивной физической культуре, да? Но, как правило, они выпускаются специалистами широкого профиля, там, учителями физкультуры, которые могут вести там литератическую гимнастику, немножко научить плавать и так далее. То есть узкоспециализированные задачи, чтобы там воспитать чемпиона, как правило, редко где учат. И когда я начал работать с Марией, мне очень сильно помогла ее мама, которая внесла вообще неоценимый вклад в ее победы. И она мне дала очень много литературы, очень много рассказала, показала. После этого мы ездили на соревнования, на конференции. Вот в прошлом году я был в Екатеринбурге, где вся конференция была посвящена работе с такими детьми. И зачастую на соревнованиях очень много мастер-классов, семинаров о том, как работать с этими детьми. И потом уже по прошествии лет у меня уже какой-то навык, опыт начал появляться. Ну и вернемся к этому чемпионату, к соревнованиям. Как наши ребята выступили, насколько было сложно им победить? Вы знаете, мы за 7 лет занятий с Марией ездили в разные страны, и в Пуэрто-Рико, и в Америку, и в Бельгию, и в Грецию. Соревнования вот эти были для нас такими необычными, потому что впервые пришлось стартовать в бассейне 50 метров. Даже международные соревнования среди этой категории спортсменов всегда проводятся в бассейне 25 метров. А почему 50? Ну такая программа, организаторы оставляют здесь. Но это сложнее. Это же сложнее, да? Потому что мы тренируемся в бассейне 25 метров. 25, да. Да. Но несмотря на это, у нас в первый день были определенные трудности, была, скажем так, интрига. Наши спортсмены внесли некую интригу. Оля Бацанова стала у нас пятой, Мария четвертой. Но допустив определенные ошибки, да, ну как бы от них никогда невозможно будет избавиться. Но вот они были допущены, потому что мы тренировались в 25 метровом бассейне, плыли в 50 метровом. На следующий день мы смогли их исправить, подвести какие-то итоги там в конце дня. И уже завоевали там две золотых медали, бронзовую и серебряную. То есть следующий день был для нас более продуктивным и принес много медалей. А сколько ребят вообще, со всей страны же, я понимаю, всероссийские, да, сколько ребят приняли участие? И вообще команды в других городах где может быть сильная достаточно, вот с вашего точки зрения? Ну, во-первых, традиционно сильна во всех категориях спортсменов это Москва. Исключением не стал и этот турнир. Вообще с разных регионов страны, из севера были, из Мурманска. Вот если брать категорию спортсменов солнечных, то были из Мурманска, из Кирова, из Нижнего Новгорода. Ну, вот из-за Урала были только мы. Вот мы были единственные, кто приехал с Алтайского края. Всего спортсменов в турнире принимало порядка 400 человек. Но там были спортсмены разных категорий. В том числе мне удалось встретиться с ребятами, с которыми мы раньше на других турнирах встречались. Это паралимпийцы, входящие в состав сборной, которые должны были ехать в Рио. И, ну, по всем известным причинам, к сожалению, у них не получилось. То есть состав был звездный, и ребята были сильные. То есть было на кого посмотреть. Ну, вот в основном Москва всегда. У нас она, конечно, будет. Наиболее сильная. Да, но вот вы сказали, что вы и в Пуэрто-Рико, и в Европе были. А вообще, как там отношение к таким спортсменам? И чему можно поучиться у них? Ведь вы же наверняка там все это оценивали, да? Вы знаете, во-первых, мне поражает то, что вот я такое видел только на соревнованиях в Америке и в Европе, когда спортсмены и люди вообще с такими ограничениями и особенностями развития интеллекта были привлечены в качестве волонтеров к проведению соревнований. Для меня это был просто шок культурный, потому что у нас вообще какое-то другое отношение. У нас в стране, как минимум, никто не понимает… Как люди как будто другого сорта все накидывают. Да, то есть, к сожалению, этот барьер невозможно преодолеть, пока они не преодолели его. Мне нравится, что в Европе и в Америке это люди, которые полноценно чувствуют себя частью общества, такие же, как мы. То есть, они ни в чем не чувствуют ущемления своих прав. У них вообще программа «Доступная среда» развита более сильно, чем у нас, поэтому я думаю, что у нас это развивается, но нам еще многое предстоит сделать. Но у нас в Барнауле вы будете продолжать тренировать этих ребят? Вот сейчас вы говорите 15, да? В принципе, вы набираете еще ребят или уже все? Да, вы знаете, произошла такая интересная ситуация, когда у нас Мария была первой из такой категории и особенностей развития интеллекта спортсменов, которая пришла заниматься и стала добиваться каких-то успехов, результатов и послужила примером для многих остальных ребят. И теперь ее знают и в крае, и знают за пределами нашего края. И для многих это является стимулом к тому, чтобы, когда попадают, у нас есть организация общественная, «Солнечный круг», где родители объединены, родители детей с особенностями развития интеллекта и синдрома Дауна. И когда туда приходят дети, для того, чтобы почувствовать себя частью полноценного общества, для них даже не возникает вопроса, чем заняться, они многие идут в плавание, потому что уже наши ребята, звездные, для них являются примером. Сергей, ну а вот стать паралимпийцами, это тоже сложно или нет? Есть шансы у ваших ребят попасть в сборную? Конечно, есть. Вы знаете, изначально паралимпийское движение включало в себя только спортсменов с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата. Но это движение развивалось быстрыми темпами и туда вошло потом в состав паралимпийского движения. Вот сейчас на этих соревнованиях, это как раз был пример этого, это спортсмены с ограничениями слуха, зрения. И совсем недавно спортсмены с ментальными нарушениями были включены в состав паралимпийского движения. Я думаю, что в перспективе это нормальный процесс, если спортсменов с разными ограничениями и развитием интеллекта, опорно-двигательного аппарата и другими какими-то ограничениями, они будут все частью паралимпийского движения. Сергей, впереди новогодние праздники. Что бы вы хотели пожелать жителям Алтайского края? Ну, вы знаете, после выступления нашего в Москве и после того, как у меня эти эмоции и впечатления до сих пор еще никуда не делись, они меня подпитывают, я бы хотел пожелать того, что Новый год, он всегда традиционно у многих людей ассоциируется с каким-то чудом, с реализацией каких-то планов, целей. И очень многие люди, я считаю, что они все в чем-то уникальны. У многих людей есть определенные задатки и таланты, и способности. Просто очень часто мы это откладываем на потом, не развиваем. И наши ребята солнечные – это яркий пример того, что в жизни можно добиться успеха, стать знаменитым и завоевывать медали. Это идет речь не только о спорте, вообще в любом деле. И я поэтому хочу пожелать всем жителям края, чтобы в Новом году каждый из нас мог реализоваться и не откладывать это на потом. Большое спасибо вам за беседу и за поздравления. И вам тоже удачи и успехов. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был тренер Сергей Толкачев. Мы говорили о всероссийском турнире по плаванию среди лиц разных групп инвалидностей. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok